В одном из своих интервью жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова рассказывает про случай, когда она в 98-м году, будучи главным редактором газеты «Ас-Салам», выпустила номер, содержащий статью с недостоверной информацией, за что ее отчитал Саида Фанди, и призвал впредь быть аккуратнее и в будущем не допускать подобных ошибок. Предлагаем вам самим послушать эти слова от Айны Гамзатовой. Перед началом просмотра видеоролика просим вас поддержать нашу работу, подписавшись на канал, так как многие смотрят наши видеоролики без подписки. Для вас это всего лишь нажатие одной кнопки, а для нас и для распространения призыва это огромная помощь. Берек Аллаху фикум. Внимание на экран. Это был 98-й год. Я тогда выпустила номер газеты, и там прошел материал, в котором была, как оказалось потом, не очень достоверная информация. И вы знаете, вот все номера газеты читал мой наставник, шеф Саида Фанди Уда Сиро. И когда вышел этот номер, мы с ним встретились в Мекке, он сказал мне об этом. Мне было очень неудобно, я попросила прощения, говорю, я очень старалась, но вот в этом случае я не уследила, я не знала, что это не достоверная информация. Везде, где я могла проверить, я проверила. Ну, бывают такие случайные, не случайные, когда ситуация абсолютно от нас не зависит. Конечно, в исламе достоверность имеет очень большое значение, чего бы это ни касалось, и всякий раз, когда человек ошибается, приводя недостоверные данные, нужно указывать ему на эту ошибку. Но давайте посмотрим, как Саид Афанди Черкейский сам относится к важности достоверности той или иной информации, особенно, когда дело касается религии и хадисов. Внимание на экран. Говоря о достоинстве женитьбы, Пророк, саллиллаху алимасалам, сказал, один ракат намаза женатого человека в 70 раз дороже, чем один ракат неженатого. Вот таково достоинство женитьбы. От Абу Хурайры «Да будет доволен им Аллах» передается «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто намеренно возведет на меня ложь, тот пусть уготовит себе место в огне». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Смотрим дальше. Но вместе с этим сказано в Хадисе, что через 1180 лет наступит время, когда будет лучше вообще не иметь семью. То есть считается нежелательным обзаводиться семьей. Сказано, что вместо этого лучше уйти куда-нибудь в горы и уединиться. Сказано, что чем воспитывать детей в это время, лучше завести щенка или поросенка, а женщине, чем родить ребенка, лучше родить змею. Комментируя слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Кто намеренно возведет на меня ложь, тот пусть уготовит себе место в огне», имам Аль-Мунави говорит. Эта страшная угроза, указывающая на то, что ложь на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, один из величайших грехов, и некоторые ученые посчитали его даже неверием. Файдул-Кадир, том 2, страница 476. Просим Аллаха уберечь нас от подобной участи. Амин. Смотрим дальше. Однажды пророк, саллиллаху, встретил на дороге верблюда, в страхе убегавшего от кого-то. На ясном языке животное обратилось к посланнику, моля о помощи. Некий человек преследовал его с обнаженной саблей, и как свирепу, пес подбежал к ним. Пророк, саллиллаху, спросил его, что происходит. Тот ответил, что купил верблюда для работы, дабы получить прибыль, но животное оказалось непокорным и совсем не работает. Тогда я хотел зарезать и хоть так получить от него выгоду, но он убежал, ответил человек. Спросили верблюда, почему так поступаешь. Тот ответил, «О пророк Аллаха, как же мне ему подчиниться, ведь он спит, не совершив ночной намаз, и на коллективную молитву тоже не ходит». У них вся община пренебрегает джамаат намазом. Я боюсь, что из-за этих грехов Всевышний не спошлет на них беды, и я окажусь в это время среди них, поэтому убегаю. Вот пусть хозяин даст перед тобой слово, что будет совершать намаз и посещать джамаат, тогда я покорюсь ему и выполню любую работу. Ибн Аль-Джаузи в странице 70. Смотрим дальше. Приводит Саид Афанди в своей книге «Сокровищница благодатных знаний» в следующий выдуманный хадис. Пророк, саллиллаху алиаму салам, говорит, «Если вы отчаетесь в исполнении какого-нибудь дела, уйдите на кладбище и просите там помощи от покойных. Идите к могиле и просите». Этот же выдуманный хадис приводит другой суфист Исмаил Хакки Аль-Бурсауи в своей книге «Руху-ль-Баян», откуда его и взял Саид Афанди. Сказал имам Ан-Науауи, да помилует его Аллах. «Является запретным приводить выдуманный хадис для того, кто знает, что он выдуманный или же предполагает об этом. Если кто-то привел выдуманный хадис, зная, что он выдуманный или же предполагая, и не упомянул, что он является выдуманным, то он подпадает под угрозу о мести в аду и входит в список лжецов на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Шарху Сахих Муслим, том 1, страница 71. Смотрим дальше. «Если произнести один Салат-Уль-Фатих и отправить в душе умершего, то этот человек то ли на 80, то ли на 40 дней избавляется от кары. А если дать вознаграждение трех Салат-Уль-Фатиха, то этому человеку мук не видать вообще». Хадис про Салат-Уль-Фатих не упомянут учеными ни в каких сборниках хадисов, даже среди слабых и выдуманных хадисов, так как этот Салават был выдуман основателем тиджанийского тариката Ахмадом от Тиджани 200 лет назад, который якобы наяву встречался с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и он научил его этому виду Салавата. «Помимо этого у суфистов есть еще много выдуманных форм Салавата, которые ложно приписаны к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и, по мнению ученых, является запретным приводить такого рода хадисы, как мы и сказали об этом ранее», сказал Иль-Хафид ибну Хаджир. «Ученые сошлись на том, что нужно строго относиться ко лжи на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и что это один из больших грехов, что даже шейх Абу Мухаммад Аль-Джуайни дошел до того, что вынес решение о неверии того, кто поступил таким образом, и мнение Аль-Кадия Абу Бакра ибн Аль-Араби тоже склоняется к этому». Фатхуль Бари, 6 том, страница 499. Так же сказал имам Аз-Зааби, «Не дозволено приводить выдуманный хадис». Файдул-Кадир, 2 том, страница 476. «И подобных наговоров на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, очень много. Но кто из последователей Саида Афанди сделает ему замечание, подобно тому, как он сам сделал замечание Айме за какую-то недостоверную статью в газете, или хотя бы скажет, что он ошибся и тем самым защитит нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует от этих наговоров? Ответ – никто. Потому что суфисты никогда не признают ошибок своих устазов, и они у них являются чистыми, непогрешимыми и защищенными от каких-либо ошибок. А для тех людей, которые почитают Саида Афанди, но в которых есть хоть какая-то искренность, это повод сделать вывод, кого вы любите больше, нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или же тех, кто на него наговаривает, даже не задумываясь о тяжести этого греха. Да поведет Аллах нас всех прямым путем. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok